Вопрос номер 16. Существует так называемый манускрипт-рукопись Войничья, который до сих пор не могут расшифровать. В нем имеются рисунки и растения, карты звездного неба, и описания на языке, неизвестном на земле. О чем говорится в этом документе, кем он был написан? Ответ. Когда-то один из жителей Земли посетил с помощью высокоразвитой цивилизации планету в другой звездной системе, похожую на Землю. Он прожил там какое-то время, изучил язык и письменность жителей этой планеты. Делал записи на их языке и сопровождал рисунками, описывая их мир. Рукописный манускрипт Войничья – это описание натуралистам другой планеты, рассказ о травах и лечении ими, о местонахождении этой планеты на звездных картах в том мире. Эта планета находится в нашей галактике недалеко по космическим меркам. Записки натуралисты оставили вашей цивилизации как головоломку, расшифровать которую со временем вы сможете. Вопрос номер 17. Науке известны камни, которые со временем не только увеличиваются в размерах, но и передвигаются по местности. Что это и почему? Ответ. Камни, которые двигаются сами, движущиеся камни длины смерти – это эксперименты с кремниевой структурой сознания материя. Это мыслящая, сознательная кремниевая жизнь. Наиболее продвинутые из них могут изменять пространство вокруг себя и телепортировать, передвигаясь по местности. Это своего рода мыслящий кристалл. Вопрос номер 18. У некоторых людей на разных континентах под Кожи обнаруживают имплантаты и микрочипы. Кто их устанавливает и для чего? Ответ. В живлении инопланетных микрочипов из цивилизации, которые служат имным силам. Они хотят сами создавать человекоподобных существ, но не имеют от Творца программы создания человеческой души. Они хотят знать, как устроен человек, как создать его кровь, мозг и другие части тела, создать их эмоция. Поэтому они без согласия людей устанавливают анализаторы под Кожи, которые являются передатчиками. У них уже есть несколько тысяч кланов разумных существ человека, готовых к активации, но они без души и эмоций. Вопрос номер 19. Память нашей планеты ноосфера, хроники Акаши и память времени, это разные понятия. Ответ. Ноосфера – это как невидимый мозг человека, созданный вокруг Земли, а время – это искусственно созданная энергия, имеющая вектор направленности. Ноосфера представляет собой кристаллическую решетку. У нее есть особый слой, который древние называли хроники Акаша. В этом слой записана вся история Земли в виде фильма. Темные силы много раз экспериментировали и внедрялись в этот слой. Для того, чтобы сделать изменения в прошлом, то есть внести искажения, они вносили изменения событий в настоящем времени, и прошлое автоматически изменялось. В результате этих вмешательств появлялись другие параллельные меры. Таким образом, была испорчена часть правдивой информации в компьютере ноосферы. Хотя это тоже является уникальным опытом для третьихмерного пространства. Сейчас никто не сможет вмешаться в компьютер ноосферы, так как он уже защищен создателем, как охраняемая зонопланеты. Поля времени не связаны с ноосферой, оно создано для решения своих задач и проходит сверхкристаллических решеток ноосферы, главного компьютера памяти земной истории. Вопрос номер 20. Почему только вода на Земле бывает в трех состояниях, жидком, твердом и газообразном? Почему вода при охлаждении ниже 0 градусов расширяется, а не сжимается? Ответ. Секреты структуры воды-вода – это жидкая энергия, параметры которой сформированы скручиванием определенных геометрических форм частиц этой материи. В результате заданного разнонаправленного вращения этих форм формируется энергия воды. Ее химическим элементам – водороду и кислороду – за счет заданных разных скоростей вращения всех ее частиц, задаются необходимые параметры. Эти параметры и определяют физические свойства воды и расширятся при замерзании. То есть, ее физические свойства подобраны с помощью вращения разных геометрических частиц воды с разными направлениями и скоростями их вращения. Для белковой жизни на вашей планете было необходимо, чтобы вода была жидкой, газообразной для круга обороты ее в природе и находилась бы в твердом виде для ее накопливания и хранения на полюсах и в океанах, а также в космосе. Лед должен быть легче жидкой воды, чтобы он не тонул, поэтому в воде был задан параметр при замерзании расширяться. Наличие воды в трех состояниях на планете – это главное условие существования белковой жизни. Вопрос номер 21. Может ли человек путешествовать в будущее и необходимо ли для этого достижение скорости света? Ответ – возможно путешествие человека в будущее и прошлое время. При наличии высоких технологий возможно материализации нужной плотности тел, это делает машина времени. Но эти технологии требуют высоких энергетических затрат. Прошлое и будущее записаны в память оболочек времени, которое создает будущее в виде многовариантных параллельных миров. Скорость света ставьте в покое, это условная единица, действующая в вашей науке. Есть скорости намного выше. В настоящее время уже существует машина времени у США. Эту технологию им предоставила темная цивилизация взамен на условии по договору с президентом Дейзенхауэром от 1954 года. По этому договору темные могут брать в свои лаборатории необходимое количество жителей Америки для своих генетических и практических экспериментов. Но они брали людей из других континентов. Американцы уже совершали перемещение в прошлое Земли. Этой возможностью обладали также древние цивилизации Гиперберии Атлантиды. Поэтому в настоящее время в раскопках древних эпох находят различные артефакты Бали и поздних эпох, такие как детали машин, часы, велосипеды и другое. Вопрос номер 22. Почему и как на Земле образовались природные магниты? Они всегда излучают магнитное поле и являются вечными излучателями? Ответ. К ядру Земли через ее полюса проходит импульсно-волновое воздействие из окружающего космоса, а также от Солнца, которое воздействует на всю живую и неживую материю планеты. Некоторые структурированные заданными свойствами земные материалы, созданные заранее заданными параметрами, имеют способность удерживать в своих структурах постоянно действующий импульсно-волновое воздействие космоса, например железная руда и некоторые виды камней. Поэтому они обладают магнетизмом постоянно и всегда по принципу накопления и удержания получаемой энергии в своих структурах. Так что, их можно назвать излучателями длительного действия. Вопрос номер 23. Проживал ли Гитлер в Антарктиде на территории Новой Швабии? Ответ. Гитлер не покончил с собой в конце войны, он сбежал в Аргентину. Вместо него войска МСССР подбросили двойника. В Новую Швабию в Антарктиде ехать он отказался, так как в Аргентине еще до войны нацистами в глухой деревушке возле джунглей было заранее специально подготовлено убежище под землей возле скалы. Последние годы жизни он провел там как местный житель, где прожил еще около 16-е лет. Вопрос номер 24. Имелись ли у Гитлера во время войны свои боевые летающие тарелки? Ответ. Летающие тарелки Гитлера во время войны в 1943 году на Курской дуге присутствовали немецкие боевые летающие тарелки. Но участвовать в боях им не пришлось, хотя их намечали применить в танковом сражении. Дело в том, что в это время над Полембе находились аппараты ваших наблюдателей. Чтобы исключить преимущества немцев на Полембе, их летающие тарелки были заблокированы и не смогли произвести ни одного выстрела. Эта помощь советским войскам была оказана потому, что Гитлер был ставленником темных цивилизаций и для чистоты эксперимента нельзя было допустить его победы в этой войне. Кроме того, колонна немецких танков была уничтожена аппаратами светлых сил, ваших наблюдателей, которые заблокировали серийное производство этих летательных аппаратов в Германии. Они в дальнейших сражениях во время войны больше не участвовали. Вопрос номер 25. Физика учит нас, что электрический ток в проводниках – это упорядоченное направленное движение электрически заряженных частиц, для металлов – это электроны. Ответ. Электроны в атомах проводника, а также свободные в нем физически не передвигаются по всей длине проводника. Электрическое поле, состоящее из вторых слоев кварглионной плазмы, создается особым общим вращением электронов при наличии источника приложенного к проводнику напряжения. Возбуждается и передается это электрическое поле от атома к атому последовательно, что и представляет собой электроток без движения электронов по проводнику. Вопрос номер 26. Откуда и почему в некоторых местах планеты Земля появляется сильный гул неизвестного происхождения? Ответ. Этот вопрос напрямую касается будущего человечества. Это начался процесс медленного изменения движения магнитных полюсов Земли с минимальным ущербом для людей, по-вашему переполюсовка. Этот странный голос ходит от сдвига тектонических плит и связан с трением между ними и скольжением. К Земле приближается нейтронная звезда, которая по размеру и майся в несколько раз больше Земли. Она оказывает давление на магнитосферу и создает торможение планеты своим мощным полем гравитации, что, в свою очередь, влияет на сдвига тектонических плит и создает гул на планете. Кроме того, изменение магнитного поля планеты Земля также создает атмосферный шум. Этот процесс продлится недолго. Сдвиг тектонических плит будет менять в некоторых местах рельеф Земли, особенно в прибрежных зонах. Сейчас идет сильное давление на австралийскую плиту, но она пока держит. Это эволюционное развитие планеты. Оно означает начало планетарного перехода на новое уровень развития. Во время этого переходного периода будут чаще происходить катаклизмы, извержения вулканов, землетрясения и цунами. Изменение магнитного поля Земли даст толчок увеличению количества торнадо, смерчей, городовых осадков и ливней, что приведет к некоторому ухудшению погоды и экологии планеты. Вместо старой матрицы, по которой построено и работает ваше сознание творцом уже создана новая матрица, которая, при ее активации, позволит совершить переход на новый уровень сознания человека. Ждать осталось недолго. Вопрос номер 27. Для чего на Земле были созданы каменные лабиринты? Их известно 24 на всех континентах. Ответ. При назначении лабиринта и динератические устройства находятся в аномальных зонах и созданы для вхождения человека в состояние измененного сознания. Значение лабиринтов на планете может быть разнообразным. Это и порталы, и устройства для подключения к наосфере Земли, и для телепортации в другое пространство. Эти возможности зависели от структурного строения данных камней, удерживающих в них космические энергии. Но пользоваться ими могли только жрецы-люди, посвященные в эти знания. Например, Петр один часто ходил по такому лабиринту и ему приходили новые мысли, как озарение. В лабиринте на каждом витке действует своя частота вибрации, которая резонирует с уровнем сознания, энергии жреца или посвященного, что дает возможность подключаться на космические уровни связи или выполнять телепортацию в желаемое место или в параллельные миры. Вопрос номер 28. На планете встречаются странные видения в небе, тен называемые хрономиржи. Что это такое и для чего? Ответ. Видения случаются в аномальных зонах там, где их энергетика способна на некоторое время воздействовать на ход течения времени и изменять его направленность из прошлого в настоящее. Поэтому изменение вектора поля энергии времени на обратное может приводить к хрономиржам из прошлого. Чаще всего эти странные видения прошлого на небе происходят спонтанно и случайно, но на Земле есть засекреченные технические устройства, которые могут вызывать хрономиржи для получения достоверной информации о прошлом. Вопрос номер 29. У каждой Вселенной такое рождение, большой взрыв из точки пространства? Ответ. Был ли большой взрыв? На самом деле большего взрыва не было. Сотворение Вселенной, точнее ее развертывание началось с намерения Высшего Разума. Это была материализация его мыслей, когда он из своего сознания материализовал квергленную плазму, которая и стала проматерией для создания Вселенной. Затем Творец-Создатель, исполнитель всех замыслов и программ Высшего Разума, создал все во Вселенной, которая на 70%, голограмма и на 30%, элементарные частицы. Это было уже далеко не первое рождение нашей Вселенной заново. У каждой Вселенной свой Творец-Создатель, который отчитывается за проводимые в ней эксперименты перед Высшестоящим под древо мироздания. Создавая новую Вселенную, Высший Разум познает себя через проводимые в ней эксперименты, исполняя великий принцип Космоса, беспричинная причина быта Я. Вопрос номер 30. Жизнь и развитие нашей цивилизации на планете – это эксперимент Творца? Ответ. Жизнь на планете – эксперимент Творца да. По программе Творца на вашей планете заканчивается уникальный эксперимент по созданию цивилизации человека третьего уровня развития разума. Эксперимент поручен наблюдать нескольким высшим цивилизациям светлых сил Галактического Союза. В их обязанности входят, по заданной программе Творца, создание генетических форм флоры, фауны и разумных, мыслящих существ, а также внесение необходимых коррективно-генетическом уровня мутаций для постепенного эволюционного развития. Они осуществляют наблюдение и сопровождение данного эксперимента на Земле. Кроме того, они осуществляют защиту эксперимента от возможных катастрофических воздействий из космоса, а также от техновенной деятельности самого человека. Поэтому нам дано право от Творца по внесению необходимых корректировок в ход эксперимента на Земле в особых случаях. Изменить или отменить данный эксперимент может только Творец, по программе которого для цивилизации на Земле намечен переход на новый, более высокий уровень развития. Подготовительный период этого перехода уже начался. Материал предоставил хитрого Наталья Леонидович. Материал предоставил хитрого Наталья Леонидович. Материал предоставил хитрого Наталья Леонидович.